Приветствую всех, друзья мои! С вами Базирио, канал Фрэшлайн 28. Сегодня я отвечу на вопрос моего подписчика по поводу популярной гибкой диеты. Что же такое гибкая диета? Работает ли она? В чем смысл? И рекомендуется ли она для тех, кто начинает новую жизнь с понедельника? Поехали! Итак, друзья мои, давайте-ка для начала решим вопрос. Может ли человек похудеть, если он будет есть все что угодно, как угодно, ни на что не заморачиваться, но с дефицитом колоража? Друзья мои, прежде всего могу сказать так, что второй закон термодинамики никто не отменял. Да, вы, скорее всего, похудеете. Потому что, что бы вы ни делали, если вы едите там полконфетки вместо ваших обычных 10 конфеток, если вы едите 3 пельменины вместо обычных 15 и с одной ложкой майонеза вместо с полбанкой майонеза, вы, разумеется, похудеете, если вы будете тратить больше, чем вы потребляете. Чудес не бывает. Второй закон термодинамики, закон сохранения энергии, никто не отменял, вы похудеете. Вопрос в другом. Так, может быть, не заморачиваться тогда там на дробное питание, на вот эти самые вот гликемические индексы, да. Может, все, господи, все гораздо проще. Может быть, можно есть, как в гибкой диете, когда угодно, что угодно. Главное, с дефицитом колоража на протяжении длительного промежутка времени и быть красивым, накачанным, и все будет вообще в шоколаде. И вообще, главное, не испытывать никаких стрессов, да. А вот тут вот, друзья мои, я вас вынужден немножечко расстроить. Потому что у этой системы есть масса, масса недочетов, и они просто так ее не то, что не исповедуют, а людям, особенно, которые уже имеют проблемы с лишним весом, особенно люди, у которых есть зависимость психологической от еды, такая же, как от алкоголя на самом деле, таким людям я категорически эту диету не рекомендовал бы использовать. Потому что она на самом деле сложнее. А тем людям, которые понимают, ради чего они худеют, и конечной целью, как раз вот, вспомните, пожалуйста, ролик, обязательно его посмотрите, ошибка бомжа-пердочая, я ее называю, да, которые прекрасно понимают, что в конечном итоге все вот эти заморочки не имеют смысл, только если вы получите некие социальные преимущества от вашего атлетически накачанного тела, да, то есть что девушки, что мужчины, то таким людям и вообще категорически гибкая диета противопоказана. Сейчас я вам объясню, почему. Значит, во-первых, давайте начнем с того, самого главного, на мой взгляд, самого главного, на мой взгляд, прокола гибкой диеты и системы питания Лайла Макдональд. Это неприятие того факта, что у людей есть психологическая, такая же каталка алкоголя, зависимость от еды. К сожалению, как я уже говорил в своем видеоблоге, к сожалению, я являюсь экспертом в области зависимости, да, то есть, видимо, господин Макдональд не является, да, и не понимает одну вещь, что утверждать о том, что вы можете есть ваши любимые продукты, просто вместо трех конфет, которые вы съедаете, там, или пяти конфет, вы должны съесть половинку конфеты, и тогда вы вроде бы получите удовольствие от того, что вы съели конфетку, а вроде бы вы похудеете, потому что вы будете есть с дефицитом колоража. Так вот, эта концепция, это то же самое, что алкоголик говорит, ну, любишь ты водку, ну, не пей ты бутылку, выпивай только полстопочки, и тебе будет хорошо. Любой человек, который хоть маломальски сталкивался с зависимости, знает, что одна из самых первых и основных черт зависимости, которые проявляются у человека, это потеря контроля над активным агентом, да, то есть, потеря контроля над употреблением того вещества, которое вызывает у человека зависимость. Алкоголик не может контролировать количество спиртного, которое он выйдет, поэтому алкоголику единственный способ, единственный, это не понижать дозировки, это не выпивать раз в полгода, это не пить никогда ни одной стопки на протяжении всей оставшейся жизни. Это единственный способ, потому что это проверено миллионами алкоголиков за сотни тысяч лет. 25 лет воздержания, одна стопка и алкоголик через месяц по забору. Или он не был алкоголиком. То же самое у людей, у которых есть какая-то определенная зависимость от еды. Вот представьте себе такую ситуацию, что вот сколько раз это было, человек подходит к холодильнику, ну я всего лишь кусочек. И, пожалуйста, посмотрите ролик, я миллион раз об этом говорил. И на канал Fresh Life 28 не просто так приходят люди, у которых вот есть проблемы с лишним весом или есть проблемы со здоровьем, проблемы с питанием, еще с чем-то. В 99% случаев у людей есть зависимость от еды. И говорить человеку о том, что ну ты ешь свои любимые конфеты, да, шоколадки, тортики, неважно что. Ну ешь половинку, а иначе ты слабак и чего? Да не будет этого никогда в жизни. Человек съест половинку, а где половинка, там и пять конфет. И а-а-а, завтра отработан. И в результате получается полный бардак, и в результате получается жутчайший стресс, потому что человек все время себя ограничивает. Вместо того, чтобы использовать старый добрый принцип. Принцип того, что человеческой памяти свойственно забывать, да. То есть любой вкус, который мы не пробовали на протяжении долгого времени, там полгода, года, три месяца, у кого как, человек его автоматически забывает. Если не давать мозгу, вспомнить этот вкус. Если не делать, ну кусочек-то можно раз в месяц? Вот это самая большая ловушка, этого нельзя делать. Так вот отказаться от того, что вам мешает жить, гораздо проще навсегда, чем мучить себя, это знаете, как вот тупой пилой пилить себе ногу. Вот примерно то же самое. И вот с этим вот у господина Мадель Дональда и у гибкой деятельности очень большой прокол, да. То есть там вот попытка и на елку влезть, и рыбку съесть, и жопку не ободрать, да, она не приведет ни к чему хорошему. То есть это прокол номер один. Значит, вторая проблема, вторая проблема, пожалуйста, посмотрите вот здесь плейлисты по поводу непосредственно отеков. Как я уже говорил, в чистом виде формирования лишнего веса отеки занимают чуть ли не 80%, да. То есть раньше я считал 50%, но Андрей Золотарев меня убедил, что до 80% они занимают, да, отеки в деле формирования лишнего веса. И очень большую часть их называется вот эта самая различного рода скрытая пищевая аллергия, да. То есть или пищевая непереносимость, да. Одна из них, посмотрите ролики, там все подробно описано просто. Если есть иммунный ответ, значит это уже можно считать аллергия. Если нету задействованного иммунного ответа, значит это непереносимость, да, в той или иной форме, которая приводит к отечности, к лимфостазу, ну вот, и в конечном итоге к формированию вот этого самого лишнего веса. И, например, когда дело касается пищевой аллергии или непереносимости на какой-то один конкретный продукт или группу продуктов, человеку, как правило, любому аллергику начинает советовать полностью кардинально сменить питание. Вот есть то, что он никогда раньше не ел, чтобы посмотреть на что у него раньше было, уйдет эта аллергия или не уйдет. То есть попали мы туда или не попали мы туда. И вот представим себе, что у человека есть лишний вес. Он мечтает о гибкой диете, начинает садиться на непосредственно вот это самое, значит, гибкое питание, серии того, что у меня есть макрос, вот все, что у меня в макросы войдет. Но у него есть эта аллергия. И он продолжает есть любимые продукты, но немножко меньше. Аллергия никуда не девается, потому что клетки, они уже сенсибилизированы, да. И, в общем-то, вот он ест опять свои же любимые копченые колбаски марки там Краковская, предположим, в которых там химоза напихана немеренно и до дури, блин. И он не худеет, потому что это не жир, это отек. То есть у него уходит жир медленно, но на фоне того дикого количества жидкости, которое задерживает организм на фоне отеков, ничего не происходит. И он ничего не видит на вес. Вот вам пример того, как гибкая диета не сработает. Хотя, допустим, жир и мышцы человек терять будет. Минус? Минус. А, как я уже сказал, то вот если у человека чистое классическое ожирение, да, гибкая диета превосходно сработает. Но если есть какая-то отечность на фоне пищевой непереносимости, а человек будет продолжать питаться теми продуктами, которые он любит, но просто в меньшем количестве ничего не произойдет. Никуда эта аллергия не уйдет, никуда лишний вес не уйдет. Или уйдет, но будет очень-очень медленно уходить. Это два. И, наконец, третье. Третье. Если вы вообще, собственно говоря, сейчас посмотрим на спортсменов, да, то вы не просто так увидите, если вы придете на любые соревнования, да, которые по бодибилдингу проходят, вы можете посмотреть в зал вот так вот. И увидите, что в зале периодически люди смотрят на часы, достают контейнеры, смотрят на сцену и начают жрать, да. Это сплошь и рядом на соревнованиях происходит, да. И никого это не шокирует. Причем потому, что у людей режим, у них питание по часам. И не просто так. Наверное, не просто так они все дураки, да. Вот Лайл Макдональд один такой умный. И тут мы приходим к такому понятию, как качество. Что такое качество? Это процентное соотношение жира и мышц в человеческом организме. В конечном итоге, в конечном итоге, если вы будете держать дефицит колоража, кто же вам сказал, что вы будете худеть в большей степени из-за жира? Если вашей любимой едой будут исключительно вызывающие инсулиновый всплеск тортики, конфетки, мед, мучное, да, с дефицитом колоража и мало белка. Или, да, предположим, всего 40% белка. Но, ребят, будет дефицит колоража, вы будете в большей степени терять мышцы и в меньший жир. Несмотря на то, что вы будете сидеть на гибкой диете и вес вы сбросите. Но не жир. Это большая разница. Сбросить вес и потерять жир. А наша задача все-таки, в конечном итоге, иметь красивое накаченное тело и иметь вот эти самые кубики, которым не стыдно на пляже посверкать, да, и получить те самые бонусы, которые получает атлетически накачанный человек в современном обществе. Я не буду говорить, что значит хорошая, красивая фигура для девушки. Я не буду говорить о том, что означают банки, которые торчат там бицепса из футболки у мужчины. Любой мужчина, у которых они есть, он знает. Прекрасная реакция у всех окружающих на это. В общем-то, ему ничего объяснять не надо. Те, кто этого еще не пробовал, тем это предстоит и знать. Люди, я думаю, что не откажутся от такого дорогого аксессуара, как мышцы. Их хорошая фигура. Не говоря уже о здоровье. Так вот, к вопросу о гибкой диете. Когда вы продолжаете есть вот это вот сладкое, пусть даже дефицит маклоража, если вы его любите. То есть, неважно. Лишь бы в макро вписаться, да. То вопросу о качестве не стоит. Процентное соотношение жира и мышц у вас будет не в пользу мышц. Поверьте мне. Выглядеть вы похудеете. Вес вы сбросите, если у вас нет отека, да. Но, тем не менее, выглядеть вы будете не очень хорошо. И ничему хорошему это не приведет. Так что, вот такие дела. Итак, давайте еще раз резюмируем. Значит, если вы человек, у которого абсолютно нет никаких проблем с аллергиями. То есть, у вас нет отечности. У вас просто есть лишний вес. Если вы человек, которого вообще не волнует, какое количество кубиков у вас там будет, и какие банки у вас будут, и вообще вы не собираетесь заниматься спортом, ваша задача просто похудеть. И если вы человек, который в состоянии, сидя на диете, то есть испытывая чувство голода, потому что дефицит колоража, это все равно голод. Хоть по Макдональду, хоть не по Макдональду. Если вы в состоянии, сидя на диете, съесть половинку любимой конфетки из пачки, и отложить ее, и не испытывать вообще никаких стрессов при этом. Потому что, если вы получите стресс, вы еще и кортизол у вас еще плюнет, при том, на длительном протяжении времени, опять-таки приведящий коток к отекам. Если вы такой человек, которому можете откусить половиночку конфетки, отложить и спокойно вообще к этому отнеситься. Гибкая диета для вас подходит. Во всех других случаях, если у вас есть проблемы с зависимостью от еды, то есть, если вы тот человек, который может подойти к холодильнику, попробовать кусочек и проснуться у пустого холодильника, и не понять, как это произошло, вам гибкая диета не подходит. Если вы тот человек, у которого есть отечность из-за какой-то пищевой непереностимости какого-то продукта или пищевой аллергии, вам эта диета не подходит. Потому что вам нельзя есть все подряд. Вам необходимо есть весьма ограниченный, ну как, достаточно широкий, но ограниченный набор продуктов, который не будет вызывать у вас аллергии и отеков. Два. Вам эта диета не подходит. И в-третьих, если все-таки в конечном задаче у вас стоит находиться в шикарной форме, и вы не генетический уникум, который может жрать все подряд и при этом ходить с кубиками подтянутыми, пресса там есть, допустим. Я знаю спортсменов, да, я знаю спортсменов, которые исповедуют гибкую диету, они прекрасно выглядят, но это генетические уникумы. Это не подписчики канала Fresh Life 28, да. Ну вот, я знаю этих спортсменов и спортсменок. Ну вот, это не к этому вопросу. Так вот, если вы не такой генетический уникум, и вы все-таки хотите иметь красивое, накаченное тело и здоровое, да, то тогда вам все-таки придется следить и за гликемическим индексом, и за количеством белка, и за качеством белка, и так далее, и так далее. Гибкая диета вам тоже не подходит. Поэтому, если резюмировать, работает ли гибкая диета? Да, работает. Подходит ли она людям, которые начинают новую жизнь с понедельника, одному из 100? Вот мой вердикт такой. Хотя диета, да, диета работает. Кроме того, что она достаточно сложна в расчетах, опять-таки. Для этого желательно тренер, который будет вам разрешать, что-то постоянно вас контролирует, постоянно вам считать этот макрос, который у вас будет меняться с протяжением жизни и с протяжением хода жизни. Гораздо проще есть правильные еду, правильные продукты, правильного питания. Гораздо проще, да? Потому что это более здорово, это более результативно, как показывает практика. Это в большей степени способствует тому, что вы можете это все делать самостоятельно, без помощи костылей в виде тренера, который всем это все будет считать. Так что вот так вот. Что же, друзья мои, это небольшой такой мой ответ моему подписчику по поводу того, популярная гибкая диета работает или нет, можно ли ее использовать или нет. Напоминаю, с вами был Базилио, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Подписывайтесь на канал. На сегодня это все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok